Добрый вечер! Вы смотрите новости из Венгрии на телеканале М1 в студии Анастасия Керакеш. Коротко о главных событиях дня. 52-й международный евхаристический конгресс завершился заключительной мессой Папы Франциска. Пусть крест станет мостом между прошлым и будущим, пожелал он в молитве на площади Гюрвая в Будапеште. В своей проповеди он говорил про возглашение Иисуса и следование его учениям. Глава католической церкви также упомянул святого Иштвана, основателя венгерского государства, и святую Елизавету Венгерскую, как примеры служения Иисусу. В конце своей молитвы он благословил Венгрию, что верующие встретили бурными аплодисментами. Папа Римский уже отправился в Словакию. Отношения между христианскими и еврейскими общинами Папа Франциск сравнил с цепным мостом, соединяющим два берега Будапешта. На встрече с представителями Вселенского собора венгерских церквей и еврейских общин глава католической церкви призвал к единству против европейского антисемитизма. В этой связи историк церкви обратил внимание на то, что цепной мост также был символом Евхаристического конгресса 1938 года. Андре Ашфаерди также указал на то, что объединение является призванием Папы. Папа Римский в воскресенье утром встретился с президентом и премьер-министром Венгрии в Музее изобразительных искусств. Виктор Орбан просил святого отца не дать христианской Венгрии потеряться. Глава католической церкви и венгерские лидеры обсудили роль церкви в Венгрии, приверженность защите окружающей среды, а также защиту и поддержку семьи. Опираясь на результаты национальной консультации, будут приняты решения, которые окажут ощутимую существенную помощь миллионам людей. Правительство эти решения уже подготовило, и они скоро будут приняты, заявил госсекретарь кабинета премьер-министра в своем интервью на радио Кошут. Чоба Домитор отметил, есть согласие в том, что после эпидемии коронавируса жизнь не станет прежней. Поэтому одновременно надо защищать рабочие места, обеспечивать безопасность и поддерживать семьи. Кроме этого, необходимо обеспечить, чтобы наиболее важные решения о будущем нашей страны принимали мы сами, а не другие, заявил госсекретарь. И это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok